Всем привет красивые и красивые инфинити, селебрити. Сейчас мы хотим поговорить о градации элитных, какие есть привилегии у всех людей, которые много раз едут на этом круизе, с одной круизной компании. Зачем это нужно? Зачем это нужно и какие привилегии получаешь? Каждый раз, когда первый раз ты садишься на круиз, ты сразу, выходя из него, становишься большим другом этого круиза. Большим другом. Этой круизной компании. И дальше ты набираешь, набираешь, чем больше ты в круизах, тем больше ты набираешь очков. В данный момент вышло так, что мы элит мамбар, чтобы на этой круизной компании в обычных каютах стать элитом мамбар, надо провести 150 дней в море. Но мы хитрюги. Да, мы их-то получили немножко по-другому, потому что мы на другой круизной компании, которая mother of этой компании, мамаша, а именно royal caribbean, мы там даймонды, там надо провести 80 ночей, чтобы добиться даймонда. Ура, royal caribbean. Ура, royal caribbean. Но, соответственно, сев на эту круизную компанию, мы получили уровень элит. Есть еще два более высоких уровня элит плюс, и зенит у них, по-моему, самый высокий, когда много-много-много уже ночей проводишь. Об этом говорит маленькая надпись на нашей карточке. Поэтому надо сказать, что все люди, которые добрались до этого уровня вот именно с этой компании, приблизительно средний возраст лет 70. Вот, поэтому для них устраиваются специальные вечеринки и еще что-то. Вот там делать нечего, потому что реально они там лежат. Там можно есть и пить. Нет, точно. Это теперь о привилегиях. Соответственно, что у них происходит? Каждый день с пяти до семи в специально отведенном месте, их кормят и поют два часа. Это lucky час. Два часа? Да. То есть не надо ни попугать какой-то алкогольный такет и так далее. Если вы хотите пить с пяти до семи, вам так надо. Достаточно стать элитным пассажиром. Да, выносить алкоголь нельзя с этого места. И только там. Но чтобы всем уже вообще не помнить, о чем идет речь, не знаю, как они там пользуются, мы случайно попали вчера. Есть еще некоторые привилегии. Первое, это привилегионный бординг, то есть ты не стоишь в очереди, ты идешь и сразу садишься. Дальше, если есть тендеры, то есть ты отправляешься, корабль во время остановок в порту не останавливается в порте, а стоит посередине бухты и тендеры возят на берег, то у элитных мемберов есть привилегионный билет. Не надо как-то записываться заранее или еще что-то. Надо только накричать на кого-нибудь. Надо прийти, получить свой билет и тебя отведут сразу на первый тендер и ты едешь на берег. Тоже не очень большой привилегий, потому что если у тебя экскурсия, то в любом случае ты так и ходишь. Вот. И еще какие привилегии? Стирка. Стирка. У нас включена стирка. У нас один пакет, 30 вещей можно постирать бесплатно. Не погладить, а постирать. Они так постирают и встряхнут. И одна вещь, чтобы погладили. В химчистку. Нет, одна вещь, чтобы погладили и одна вещь, чтобы в химчистку. Это включено. Не воспользовались. Пока да. Ну, а что делать? Сегодня могли собрать, что нам надо постирать, хотя стирать надо все. Что еще? Фото. Фото. На фото пэкэдж 20% скидка. Что еще? А, в казино можно получить бесплатные купоны по 5 долларов, 3 купона на члена. И очень сложная система ставок. Не воспользовались. Не воспользовались. Сложная система розыгрыша. 6 карточек бинго! Если ты взял при этом полный пакет бинго, который стоит 40 долларов. Да, обязательно к тому, что бесплатно нужно добавить немножко своих денег. Да, 40 долларов пакет бинго, самый дешевый. И, соответственно, да. Что еще? Ну, а, спа. 20% на посещение спа. И один раз можно бесплатно посетить спа. Не дошли. Посидеть в сауне. Посидеть в сауне. Не дошли. Чем мы еще не воспользовались? Ну, немного чем не воспользовались, потому что мы такие, в общем, условные элитные мамбары. Там нам особого спокойствия и уважухи не надо. Но приятно, когда у тебя есть. Мы же уже решили, что отказаться всегда лучше от того, что у тебя есть, чем этого не иметь. Да, согласна. Так что, если ты ездишь все время одной круизной компанией, всегда есть какие-то небольшие или большие бонусы. Поэтому лучше всего, если ты начал в какой-то там компании, то лучше всего придерживаться одной и той же, чтобы добиться какого-то статуса. Ну, это американская, на самом деле. Большая американская игра, в которую можно играть всю жизнь. Ну, я думаю, что такое же есть и на Косте, или еще где-то на итальянских компаниях. Вот. Так что, стремитесь, катайтесь. А, да, кстати, если ездить в сьютах, то баллы набираются гораздо быстрее. Да, гораздо-гораздо быстрее. То есть, если вот здесь набирается в обычной каюте 2 балла за ночь, то в сьютах 4 балла за ночь. Мы думаем так. То есть, ты уже гораздо быстрее станешь элитным мампером. Ну, это все дело, в общем-то, финансов. На этом круизе есть одна женщина, которая провела... Тысячи с чем-то. Ну, у нее 4 тысячи... 4-500 тысяч баллов. Ну, в общем, она долго, видимо, в круизах. То ли 50, то ли 60 круизов у нее. Да, она прекрасно там себя чувствует, отдыхает одна. Вот. Пока. Ну, что же. Пока. Так что придерживайтесь одной круизной компании. Удачи.